Той энергичный мальчик, обладающий сверхъестественными способностями, которые делают его самым сильным в мире. Прямо сейчас он находится в поисках спасения мира и стоит на вершине пирамиды на нулевой стадии. Окруженный миллионами немертвых зомби, скелетов и монстров, которые находятся там, чтобы спасти мир. Оторвите кусочек от его нелегальной задницы. Когда монстры начинают бежать к нему, как во время рейда на Зону 51, он зовет своего кота Ванкой, чтобы тот вернулся, а затем активирует свой элементарный атомный баф. А затем бросается прямо на врагов и убивает их, как глупых НПК. Он устремляется к центру с двумя огненными клинками в руках и задается вопросом, сколько дней прошло с тех пор, как он начал битву за защиту этой пирамиды. Именно в этот момент лучники нежити обрушивают на него град стрел, но он вскакивает и уворачивается от них всех, а затем начинает прорубаясь сквозь них всех и отбирая их численность. Пока он бегал вокруг, погруженный в свои мысли, он понял, что некоторые из нежити объединились в огромных монстров, и теперь он окружен их большой группой. Когда все собрались, он садится и активирует свой последний ход тысячи могил и вызывает массивные надгробия, пропитанные магией света и убивает многих из них. А затем спрыгивает вниз, чтобы продолжить свое кровавое веселье, как гигачат, которым он и является. Но Суин Зин не всегда был таким крутым и сильным, и чтобы узнать, как он дошел до этого, тебе придется вернуться на целый год назад, к тому времени, когда народ огня напал на нас. В те времена Суин был всего лишь отвратительным, глупым, вонючим мальчиком-сиротой, который жил совсем один и учился в элитной средней школе, построенной на кладбище дегенеративных плетений в их мечтах и двух беспризорниках. Он думал, что в его жизни никогда не произойдет ничего замечательного, как и все, кто не смотрит анимационные сериалы. Но все изменилось, когда он узнал, что египетский принц-мошенник, который просит 100 тысяч долларов, чтобы сбежать из своей страны, и обещает, что даст тебе 10 миллиардов долларов. Это мошенник. На самом деле его таинственный дедушка оставил ему 10 миллиардов иен, чтобы он потратил их на онлайн-игры. Наш бедный главный герой учится в частной академии семью и живет в общежитии для мальчиков на территории кампуса. Его родители ушли за молоком и не вернулись, так что ему пришлось расти одному, подрабатывая разными случайными заработками, чтобы прокормить себя. Большую часть времени он работает неполный рабочий день и подвергается издевательствам со стороны идиотов, которым не нравится его пристрастие к играм. Однажды летним утром, когда он работает спасателем и играет в видеоигры на стороне. К нему подходит пара хулиганов и спрашивает, есть ли у него видел ты поблизости красотку с розовыми волосами или нет. Он говорит, что не понимает, о чем они говорят, а они говорят ему, что он должен быть наблюдательным, как спасатель. Стеггин говорит, что он не умеет плавать и просто чистит бассейн, поэтому один из хулиганов решает быть ослом и бросает своего кота Ван Коя в бассейн и велит ему пойти почистить его. Суитин немедленно прыгает в воду, чтобы спасти Ван Кои, но тонет вместе с ним. В следующий раз, когда он открывает глаза, он обнаруживает, что лежит на полу рядом с бассейном вместе со своим другом Ранчи, который ждет, когда он проснется. Он спрашивает его, спас ли он его, но тот отвечает, что к тому времени, когда он прибыл, его уже вытащили, и тот, кто пришел, был мертв. Его спасла Рика Рии. Рии – единственная дочь вице-президента Godgrave The Company, которая является Ваня. Она самая богатая, умная и красивая девочка в школе, вокруг нее всегда бегает очередь Симпсонов, готовых отсосать у нее. Пальцы ног. Но прежде чем мы двинемся дальше, давайте просто уделим минутку, чтобы оценить тот факт, что Ранчи рассказывает ему все это, держа свою девушку в объятиях. Вооружитесь как настоящий Ризлорд и поставьте лайк на видео, чтобы мы могли получить повышение от Ренчоуза Ризлор. Чтобы он мог вспомнить последнее, что он помнит перед тем, как утонуть, и вспомнил, как его поцеловала красавица с розовыми волосами и покраснел, как простофиля. Однажды ночью, работая охранником, он натыкается на отвратительную парочку, пытающуюся устроить пикник на кладбище рядом со школьным кампусом. Он спрашивает, может ли он присоединиться к ним, но в итоге отпугивает их и грустит из-за потери еще одного шанса потерять свою девственность. Убрав за собой беспорядок, он садится рядом с фонарным столбом со своей обычной игровой установкой, откуда он крадет электричество, чтобы играть во все игры. Ночь напролет. Игра Dungeon Century – это очередная попытка Близзард лишить вас всех ваших денег и финансового будущего, превратив ее в мисси с оплатой за победу, основанную на навыках. И Аин – это все, что нужно для этого. Будучи таким вонючим и потным геймером, каким он и является, Суин играет в эту игру каждый вечер со дня ее выхода и прошел гораздо больше уровней, чем нужно для прохождения финальных этапов игры. Теперь, когда на уровнях нет шапок, он играет за персонажа 180 уровня по имени Гвинн. На нем нет ничего, кроме шарфа-жилета, нижнего белья и дурацкого шлема на голове. Не имея полноценного снаряжения, он стал городской легендой, как голый потет из Элден Ринг, который может в одиночку одолеть абсолютного дракона 99 уровня за считанные секунды с помощью своей дурацкой палки. Все думают, что он действительно крутой, но на самом деле он просто бедный потный геймер, у которого нет денег, чтобы потратить их на свою любимую игру. Поэтому он работает над ней всю ночь на пролет как гик. После того, как он убил главного дракона, он решил проверить новое подземелье на предмет мобов для фарма. Оглядываясь по сторонам, он слышит, как милашка с розовыми волосами бегает вокруг и кричит так, словно за ней гонится вонючий грибной монстр. Она использует свое заклинание воды против монстра, но это ни хрена не помогает, потому что все знают, что покемоны травяного типа сильнее покемонов водного типа. Суикин решает продемонстрировать свои навыки и использует ледяные физические атаки, чтобы легко победить монстра. После того, как его спасли, девочка подходит к нему и представляется игроком 11 уровня по имени Рэй и спрашивает его о его игровом удостоверении личности. Но прежде чем он успевает что-либо сказать, его компьютер выключается, и он поднимает глаза, чтобы увидеть, что проводка на фонарном столбе перегорает. После этого Ванкай смотрит на свою тупую задницу и решает взобраться на фонарный столб, чтобы починить проводку, но затем он видит разволосую девушку. Красавица школы Ри открывает окна своей комнаты в общежитии для девочек, которая находится по другую сторону кладбищенской стены. Он начинает пялиться на нее как извращенец, но ее подруга Маки сбивает его с ног, швыряя в него подушкой, думая, что он жуткий преследователь. На следующее утро, когда он мыл окна в школе в качестве подработки на полставки, он видит, как поднимается, она сидела на скамейке со своей соседкой по комнате, играя в его любимую игру на ее ноутбуке. Он бросает быстрый взгляд на экран и понимает, что именно она стоит за лучом 11 уровня, который он спас в прошлый раз. Ночью становится по-настоящему возбужденным. Впервые в его жизни за игровым другом стоит по-настоящему симпатичная девушка, а не противный толстый мужчина средних лет мужчина. Как раз в этот момент Ранчи замечает, что он смотрит на Ри как простофили и говорит ему, что влюбляться это прекрасно, но он должен знать, что она даже выше звезд. Так как все в школе идеализируют ее, поэтому ему следует быть осторожным в своих стремлениях. Позже, в тот же день, играя в игру в своей комнате в общежитии, он получил приглашение в друзья от Рэй и был по-настоящему взволнован энергией этого сима бета-самца. После этого в течение следующих нескольких месяцев они вместе играют в игру и становятся по-настоящему хорошими друзьями в игре. Но однажды Рэй говорит, что ей интересно, как он выглядит в реальной жизни, а Суджин удивляется, что они не могут стать друзьями и в реальной жизни. Потому что он всегда занят своей дурацкой работой на неполный рабочий день, и он бедный студент, у которого нет семьи и они практически живут в разных мирах. Он хотел бы, чтобы эти дни продолжались вечно, чтобы он мог проводить с ней время в игре, но однажды все меняется, когда нападает народ огня. Однажды ночью все игроки в игре получают уведомление о том, что эта игра Dungeon Century будет прекращена. Суйган впадает в настоящую депрессию и на следующее утро бесцельно бродит по школе, чувствуя, что его жизнь закончилась. С закрытием игровых серверов его приключениям с Райд придет конец, и он снова станет тем одиноким неудачником, которым всегда был. Он проводит свой день, работая неполный рабочий день и впадая в депрессию, как и все вы в разделе комментариев, пока не наступит ночь. С другой стороны, вице-президент Юки садится рядом со своей дочерью Ри и дарит ей специальную коробку. Он говорит ей, чтобы она берегла ее, и если случится что-то плохое, он хочет, чтобы она следовала инструкциям внутри коробки. Рея спрашивает Сквидди, что он имел в виду, и он отвечает, что это просто мера предосторожности и ничего страшного не произойдет. Затем он объясняет, что Dungeon Century выполнил свое предназначение в качестве прототипа, и вот-вот начнется новая игра, которая изменит этот мир. Затем он оборачивается и говорит, что ей должно быть грустно, потому что она наконец-то нашла друга, который ей понравился в игре, и снова становится красной как помидор. После этого ее отец уходит в свой офис, чтобы присутствовать на паре встреч, связанных с анонсом новой игры. Позже тем же вечером Рея заходит в игру и ждет, когда Гвин тоже выйдет в сеть. Сидя в таверне, она слышит о спрятанном в игре предмете под названием «Цветок вечерней песни», который может исполнить любое желание. Игроки обсуждают шутку, задаваясь вопросом, смогут ли они помешать разработчикам отключить серверы, если найдут его, и посмеяться над этим. Некоторое время спустя Шугин спешит к своему фонарному столбу и заходит в игру, чтобы встретиться с Реем. Она говорит, что до закрытия серверов осталось всего недели, поэтому она хочет провести с ним как можно больше времени, путешествуя по окрестностям. Шугин принимает дозу копиума и думает, что для нее он просто еще один онлайн-друг в одной из игр, в которые она играет. Это все, чем он для нее является. Как только игра закончится, он больше никогда не сможет встретиться с ней вот так, и ему будет грустно. Они гуляют и разговаривают об игре, и перед тем, как выйти из игры. Рея рассказывает ему о цветке вечерней песни и говорит, что хочет найти его до окончания игры, несмотря ни на что. Будучи заядлым геймером, Суин говорит, что он найдет это вместе с ней, и они обещают сделать это до того, как сервер закроется. Тем временем, КТ объявляет о запуске следующей крупной онлайн-игры под названием Грейвбаста. Игроки будут грабителями могил, которые будут выслеживать различные сокровища, спрятанные на каждом этапе. А чтобы высосать их души, в игре будет новая система, в которой ваша финансовая мощь также станет вашей главной силой. Что по сути означает, что это капитализм, и если вы бедны, то удачи вам. Чем больше денег игрок тратит на игру, тем сильнее он становится. Кроме того, все игроки, которые зарегистрируются, получат бесплатную специальную консоль под названием Сэбэй, которая специально разработана для игры в Грейвбустер. Вот так проходит неделя, и наступает день, когда Dungeon Century спразднует свой грандиозный финал. Ри заходит в систему и ждет, что Гвин придет и поможет ей найти цветок вечерней песни, но часы продолжают тикать, а он все не приходит. С другой стороны, швед целыми днями работает на случайных работах и чувствует себя подавленным. А тем временем старик Юки сидит в своем кабинете и наблюдает, как заканчивается его игра, готовясь к тому, что его место займет шедевр его жизни – Геймбустер. Все предметы и валюты из Dungeon Century будут переведены в Геймбустер, так что старые игроки уже будут иметь преимущество перед новичками. Но Юки надеется, что кто-нибудь найдет спрятанный предмет до того, как сервер будет выключен. Грая бродит по полю певчих цветов и начинает самостоятельно искать спрятанный предмет, а затем игрок, похожий на монстра. Впадает в бешенство и портит все мероприятие, убивая других игроков и забирая все их снаряжение. Скоро они прибудут на поле певчих цветов и тоже нападут на Рею. Она пытается сопротивляться, но аватар врага превращается в монстра с щупальцами, и мы все знаем, что это значит для девочек из аниме. Тем временем Суген опаздывает из-за небольшой аварии на своей волне, но в конце концов садится за свой компьютер и заходит в систему. Он отправляется в таверну, чтобы найти Рей, но заведение разрушено и из записанного сообщения он узнает, что Рей ушла дальше самостоятельно, чтобы найти цветок. Он бежит через разрушенный город и в конце концов прибывает на цветочное поле Сонг и находит Роя, лежащий на полу без всего ее модного снаряжения. Он поднимает ее на руки и печально смотрит вниз со слезами на глазах, когда она извиняется за то, что не смогла найти для него цветок, держа в руках согнутую и сломанную игрушку. Слезы Уинн падают на цветок и внезапно он начинает сиять и распускается, превращаясь в цветок вечерней песни. Они оба смотрят на него с благоговением, но затем монстр-щупальца хватает Ри и проделывает дыру в ее груди, делая ее первой чиби участницей банды мертвых пончиков. Тем временем Швеция терпит поражение с песней «Цветок в руках», серверы отключаются и игра подходит к концу навсегда. С другой стороны, рыжеволосая красотка заходит в здание КТ и заходит в комнату старика Юки. Она садится на его стол с пистолетом, направленным на его лысую голову и говорит, что поскольку он ее коллега, ей было бы грустно расставаться с ним. Юки спрашивает ее, не притворяется ли она какой-нибудь воровкой, которая случайно проходила его и называет это отстойным. Далее он спрашивает ее, принадлежит ли эта идея президенту Лингу и говорит, что это определенно звучит как идея третьего сорта, которая пришла бы ему в голову. Затем она спрашивает его, не скажет ли он ей, как открыть гробницу, и он говорит ей отсосать у него в заднице, а затем он никогда не стану помогать таким отважным грабителям, как они. После этого девочка называет его по имени и обращается к нему как к выпускному экзаменатору и благодарит за все его заслуги, прежде чем пристрелить его. На следующее утро Швет идет к школе со своим сломанным велосипедом и замечает, что одна катушка убегает в туман. Он окликает его и видит, что Рей держит кошку на руках и гладит ее. Он молча проходит мимо нее, но потом она говорит, что именно он все это время защищал ее в игре и спрашивает, позволит ли он ей поблагодарить его. Он говорит, что не заслуживает этого, потому что не смог ничего сделать, когда это было важно и даже не пришел вовремя, как обещал. Она говорит, что все в порядке и спрашивает, будет ли он защищать ее в новой игре грабитель могил, и он очень рад это слышать и говорит, что так и сделает. А в итоге ломает ручку своего велосипеда и заставляет ее смеяться над его бедной неуклюжей задницей. Позже тем же утром здание КТК было окружено полицейскими машинами и баррикадами, поскольку они расследовали дело об убийстве вице-президента Юки. Сайоган чувствует себя крайне шокированным, когда узнает об этом отранче во время урока и бежит к общежитию Реи, потому что ее отец только что умер. Он избивает Мэкки у двери, и она говорит ему, что какие-то люди из компании пришли раньше, чтобы забрать ее, так как там много народу. Нужно было оформить документы и подготовиться к похоронам, так что она будет отсутствовать некоторое время. Во время похорон люди выражали сочувствие судьбе юной Реи и ходили слухи, что старик тоже влез в большой долг. Дело об убийстве попало на большой новостной канал, и президент Гактлинг сделал публичное заявление и сказал, что они не будут сидеть спокойно, пока они ловят убийцу. В то время как рыжеволосый убийца стоит на той же сцене за занавесом и смотрит на свою политически лживую задницу. С другой стороны Суин просматривает новости в сети и, глядя на портрет Юки, вспоминает, как играл с ним, когда был маленьким, и говорит, что откуда-то его знает. Несколько дней спустя Рея позвонила Суин и пригласила ее навестить ее дома. После обмена приветствиями она достала фиолетовую коробочку и вручила ему, вложив в нее письмо. Суин берет ее в руки, начинает читать и обнаруживает, что это письмо от ее отца Юки, в котором она просит передать коробку Суин. Он открыл его, чтобы посмотреть, что там внутри, и обнаружил внутри что-то свое. Он приложил палец к экрану, и программа запустила процедуру идентификации, зарегистрировала его как Рику Судзина и попросила подождать, пока система запустится. Они удивляются, почему старик хотел, чтобы у него была эта консоль, а затем Рея говорит ему, что на самом деле она не биологическая мать Рику Судзина, дочь Юки. Ее удочерили, когда она была совсем маленькой, и она ничего не знает о своем настоящем отце. Как раз в этот момент подъезжает черная машина, приходит ее горничная и говорит ей, что у нее гости. Рея извиняется, выходит и видит двух мужчин, которые спрашивают ее не дочь ли она Юки. Тем временем система загружается на ибэй Суина, и он берет ее в руки, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Итос открывает экран и обнаруживает, что на его игровом счету теперь 10 миллиардов иен, и думает, что это должно быть ошибка. Как раз в этот момент начинает воспроизводиться запись, и оказывается, что она принадлежит старику Юки, который говорит, что он тот самый человек, который вырастил Ри. И он это и его настоящий дедушка тоже. Затем он говорит, что возможно не помнит этого, но все это правда, и причина, по которой он оставил ему это наследство. Заключается в том, что он хочет, чтобы он использовал эти деньги, чтобы они с Реей могли жить вместе долго и счастливо. Так что он может начать краснеть, как простофиля, каким он и является, и мечтать о том, чтобы Рея стала его женой. Но потом Юки говорит, что есть еще одна важная вещь, которую он тоже должен знать. Настоящие родители Ри были друзьями с той же целью, но враги добрались до них первыми и убили их. Именно поэтому он усыновил Ри как свою собственную дочь, чтобы защитить ее, но теперь, когда его нет, он хочет, чтобы он использовал это наследство, чтобы защитить ее. Именно в этот момент Шуган слышит крик Ри снаружи и видит, что двое мужчин заталкивают ее в машину и говорят ей, что она должна пойти с ними в офис, чтобы расплатиться с огромным долгом, который оставил после себя ее покойный отец. Суджин смотрит на это, сбегает вниз и говорит им, чтобы они держали это прямо здесь. С этими словами он начинает бежать к ним, готовый поднять руки, думая, что выиграет это с помощью силы сюжетной брони, но получает пинок под зад от одного из парней, который затем подходит и говорит, швыряет его на землю, как какой-нибудь мусор. Видя, как избивают его жалкую задницу, Ри становится по-настоящему грустной и говорит им, что она пойдет с ними и сделает все, что они захотят. Когда парень перестает пинать его, Швеция хватает его за ногу и просит еще. Я имею в виду, что он просит их прекратить и говорит, что заплатит долг за нее. Он узнает, что долг составляет 500 миллионов иен и бежит наверх, чтобы забрать деньги со своего eBay. Но потом он узнает, что внутриигровую валюту нельзя обменять на реальные деньги и не знает, почему это его шокирует, но он удивляется этому факту. Именно в этот момент он слышит голос Су-Джин и, выглянув из окна, видит, как ее увозят на черной машине. А она благодарит его за то, что он пытался помочь ей, несмотря на то, что она была сломлена. Когда машина отъезжает, он начинает плакать и думает об улыбке Ри, о том времени, когда он играл с ней в эту игру. И о том факте, что он почти получил благословение ее покойного отца, жениться на ней. Обладая способностью притворяться и сильным желанием потерять свою девственность, он решает погнаться за ними на своем велосипеде. Мужчины в машине говорят, что это хорошо, что он получил хорошую взбучку и что это должно было вернуть его бредовую задницу к реальности. Но потом они слышат, как он мчится за ними на своем велосипеде, выкрикивая имя Ри, как разъяренная утка. Ри опускает стекло и оглядывается на него. Он говорит, что спасет ее, несмотря ни на что, а она говорит, что будет ждать его. Но потом водителю надоедает их глупый роман, и он нажимает на тормоза. В итоге Суйгин оказывается перед их машиной, и тогда они наносят ему удар сзади, из-за чего он жестоко врезается в обочину дороги. Ри в отчаянии сворачивается калачиком на своем сиденье, в то время как двое мужчин внутри смеются над его глупой выходкой. Но тут в машину внезапно телепортируется парень в костюме Кунда и удивляет их всех. Водитель спрашивает, кто он такой, и парень представляется кремнием и использует свою способность, чтобы убить их обоих, а затем разбивает и их машину. Шуган подходит к нему и спрашивает, кто он такой и что он сделал с Ри. Кремний говорит, что у него есть для него сообщение, и сообщает, что Темуджин Сэм будет ждать его в разрушителе могил. А затем он исчезает с места происшествия, как Гудини прежде чем машина взорвется. Позже той же ночью Суджин ложится в кровать в своей комнате и пытается включить игровую приставку, но по какой-то причине она не работает. Затем он откидывается назад и думает обо всем, что произошло до сих пор, и задается вопросом, что вообще представляет собой эта игра под названием Грейвбаста, которую создала Юки. Кроме того, кто вообще был этот парень и куда он увез Ри. Все эти вопросы переполняют его разум и он чувствует себя подавленным ими, но как раз в этот момент его тело начинает светиться зеленым. И на него надвигается зеленоволосая красавица с огромными способностями к заговору. Он очень удивился и спросил ее, кто она такая и почему оказалась там. И она ответила, что она звезда-близнец. И она здесь потому, что он позвал ее как ее хозяин. Он говорит, что она неправильно запомнила, но Твин Стар говорит, что это не так. И затем телепортирует их обоих внутрь разрушителя могил на 34-й сцене. После телепортации он оглядывается вокруг и задается вопросом, был ли это разрушитель могил, а затем смотрит на нее, чувствуя головокружение на земле. Именно в этот момент она окутывается дымом и превращается в двух маленьких милых созданий, и Суджин задается вопросом, действительно ли это ее настоящая форма. Тем временем на той же сцене появляются еще три игрока, но далеко от Сугина. Они готовятся к поиску сокровищ и начинают исследовать это место, в то время как Сугин тычет пальцем в близнеца и Стар, гадая, что происходит. Как раз в этот момент из песка появляется массивное существо, похожее на пирамиду, и спрашивает, кто потревожил его сон. После этого мы телепортируемся во вступительную сцену игры и узнаем о мифе о сотворении мира. Давным-давно всемогущая богиня создала этот мир. После этого она отдала свою собственную жизнь, чтобы создать множество других жизней и стала по-настоящему измученной. Когда все было готово, она решила погрузиться в вечный сон внутри императорской гробницы, и ее смерть оставила после себя великую силу, и ее звали богиня Банга. Вернувшись на место, где находится Суджин, вид массивной пирамиды отпугивает Твин Стар, и они превращаются в свои цифровые версии и заходят внутрь его морской залив. Оказавшись внутри, они представляются гидами этой игры и желают ему удачи прежде чем убежать. Пирамида слышит об этом и говорит, что не отпустит его, и теперь он проверит его, достоин ли он стать стражем гробницы. Его миссия состоит в том, чтобы отгонять любых незваных гостей и защищать от них эту сцену. Но затем он опускает глаза и замечает, что Суджин уводит его, говоря, что он рассказывает о нем столько же, сколько вы, зрители, рассказываете о своей социальной жизни. Он говорит, что у него нет времени на всю эту чепуху, но затем пирамида говорит, что это должно быть означает, что ему наплевать на Рекури и не хочет ее спасать. Он говорит, что если он не пройдет тест, то не сможет спасти ее, и это по-настоящему выводит Суджин из себя, и она оборачивается, чтобы спросить его, как он узнал об этом. Как раз в этот момент мощный энергетический луч пролетает мимо него сзади и направляется к пирамиде, едва удерживая его вонючую задницу от превращения в жареные свиные щечки. К счастью, атака не достигла цели и пролетела мимо пирамиды, и Суган спрашивает его, что это было. С другой стороны мы видим, как три предыдущих игрока целятся в пирамиду издалека. Горячая блондиночка говорит своему младшему брату и снайперу ЕС, что они промахнулись, но следующий точно попадет. После этого она говорит маленькой девочке Ферин идти вперед и отвлекать внимание врагов. Вернемся к Сугану. Пирамида сообщает, что расхитители гробниц уже начали атаку, и он должен победить их, если хочет пройти это испытание. Суган говорит окей, а затем говорит ему начинать уже в пирамиде, говорит ему быть готовым. После этого он стреляет зеленым лазером в землю и вызывает сексуальную девушку-кошку по имени Шастия. Она – воплощение пустыни, и после того, как ее вызвали, она поворачивается к парню и спрашивает, был ли он Суджином. Когда он подтверждает этот факт, она говорит, что ждала его, и прыгает на него как лиса и крадет его первый поцелуй. Суин приходит в восторг, но затем все затихает, когда он начинает получать видеозапись флэшбека и вспоминает старое воспоминание из своего детства с Юки, когда он был маленьким. Подарил ему свой красный шарф. Он вспоминает, что на самом деле Юки был его дедушкой и начинает чувствовать себя сентиментальным. Шастия говорит, что им удалось снять печать с его воспоминаний и становится по-настоящему счастливым. И в этот момент пирамида тоже начинает говорить и говорит, что пришло время раскрыть его истинную форму. Внезапно верхний отсек пирамиды открывается, и из него выходит Рико Юки, тоже парящая в воздухе. Он представляет со своим дедушкой и говорит, что хотя в реальной жизни у него было много личностей, его единственной истинной личностью всегда было то, что он был дедушкой Субиана. Именно в этот момент Фиби использует свою способность вызова карты сердца сороконожки и посылает кучу отвратительных насекомых к пирамиде. Тем временем Форен запускает в это место кучу взрывных устройств, используя свой взрывной меч, а затем скачет на одной из сороконожек по направлению к Сугину. Все они думают о сокровищах и наградах, которые они получат на этом этапе, и говорят, что после этого они разбогатеют и готовятся сделать еще один энергетический выстрел в Шугина. Пирамида. Тем временем Юки объясняет, что он – это данные, которые настоящая Юки сохранила в этой игре перед смертью в реальной жизни. Затем они все бегут внутрь пирамиды, и Юки отводит его в кабину стража, созданного специально для этой скрытой сцены, гиганта-хранителя Юки-34. Затем он готовит гигант, активируется и ждет этого, в то время как Форен атакует пирамиду сильным рубящим ударом своего меча и разрубает ее пополам. Но оказывается, что на самом деле пирамида просто открылась, чтобы показать настоящего гиганта-хранителя из-под земли. Гигант-хранитель выходит наружу, мгновенно уничтожает пару многоножек и пугает окружающих своей мощной энергией. С другой стороны Рэй просыпается от кошмара, в котором на днях ей не удалось спасти Швецию от утопления, и обнаруживает себя запертой в камере с молодой девушкой, которая держит ее под стражей. Присмотри за ней. Девочка бросает в нее платье и говорит, чтобы она приготовилась к очищению, а затем ведет ее к пруду с парой русалок, которые помогают ей принять ванну. Вернувшись на поле боя, Суиджин и Шастия находятся внутри гиганта-хранителя, но они все еще такие же большие нубы, как и снаружи. Не имея ни малейшего представления о том, как им управлять, они попадают под бомбежку многоножек и фарин, и она думает, что все это просто большой кусок металла-мусор. Тем временем Суиджин и Шастия пытаются отразить все атаки, а Юки вспоминает историю происхождения мира и объясняет, что Стражи Гробниц и Расхитители Гробниц сражаются за Гробницу Богини уже более тысячи лет, но изначально обе стороны обладали одинаковыми способностями. Инон говорит, что Стражи Гробниц существуют для того, чтобы противостоять Расхитителям Гробниц, которые хотят сеять разрушения и заполучить силу Богини для себя. И их долг – защищать Гробницы, власть и мир. Но с течением времени число Стражей Гробниц продолжало сокращаться, и сейчас их осталось совсем немного. Тем временем ЕС закончил заряжать свою пушку и выстрелил еще одним мощным лучом камехомеха в гиганта-хранителя, которому удалось снести одну из его ног. Гигант упал на землю, и Шастия беспокоится об этом, но Судан выглядит так, будто у него есть план. Он говорит ей, чтобы она достала дальнобойную пушку первого калибра. Великан занимает позицию со своим орудием, а Шастия берет на себя ответственность за прицеливание и стрельбу. Суиган сканирует местность и определяет местонахождение Фиби и говорит ей, чтобы она не торопилась прицеливаться, а затем пошла на них. Когда все готово, Шастия стреляет, и в ЕС попадает мощный луч красной энергии. Он начинает орать, как сука, и мочится в штаны, но затем энергетический луч отражается от кучки алмазных карт и возвращается обратно, чтобы поразить гиганта. Оказывается, это дело рук воров, она говорит, что пришло время контратаковать, и активирует клубную карту гипноза. С этими словами она подбрасывает в воздух связку дубинок, и заклинание овладевает разумом Шасты, и она начинает бездумно стрелять по дубинкам в воздухе. Она использует эту способность так часто, что теперь у них остается только один выстрел, но Суйган вовремя останавливает ее и связывает. Тем временем Фарин и Многоножки продолжают атаковать гиганта, и некоторым роботам-многоножкам даже удается проникнуть внутрь роботы и начать наносить ему повреждения. Внутри. Как раз в этот момент Фит звонит Фарин и говорит ей спрятаться, потому что ЕС собирается выпустить самый большой пук из своей энергетической пушки, которой когда-либо видел мир. В глубине души Суин оборачивается, чтобы попросить помощи у Юки, но видит, что он лежит на земле, готовый спустить последний вздох. Он спрашивает его, что происходило с Юки, говорит, что он был просто данными настоящего Юки и теперь его время подходит к концу, так что он не должен грустить. Сказав это, он просит Суджина защитить гробницу Банго и говорит, что это единственный способ спасти Рию. А затем говорит, что он последний из стражей гробницы, прежде чем исчезнуть в цифровом After Effects. Сукину очень грустно из-за того, что он потерял своего дедушку как раз в тот момент, когда к нему вернулись воспоминания о нем, и он начинает кричать как главный герой аниме. И при этом его шарф начинает светиться, что также указывает на то, что включена сюжетная защита. Он разработал план и поручил близнецу Истар контролировать безумную стрельбу шасты, контролируемую разумом. После этого он выпрыгивает из робота на одной из многоножек и мчится прямо на Фибе с неба. Фарин пытается догнать его, чтобы посмотреть, кто это был, но ее тупая задница заманивается в ловушку, когда он подает сигнал Твину и Стар. Чтобы они устроили стрельбу шасти по клубам прямо перед ним, избивает этим Фарина с ног. После этого он кладет несколько отражающих алмазных карт на пути и делает так, чтобы луч энергии отражался от них и попадал на корму, а также уничтожал ее. Затем он встает в воздухе на одну из светоотражающих карточек и вопросительно смотрит на тебя. Он говорит, что думал, что все хранители гробниц исчезли, но он говорит, что последний из них все еще жив. Аю забирается на свою пушку и стреляет из нее в Цгена, но он использует другую обратную карту Уна и заставляет энергетический луч отразиться обратно на Аю, убивая его в качестве ну что же. После этого он вернулся к великану в шастии и сказал, что сдал экзамен и теперь он последний страж гробницы. Он говорит, что смог сделать это только потому, что она и звезды-близнецы помогли ему, но она говорит, что он проделал отличную работу. А затем прощается с ней, поскольку ее цель достигнута. С этими словами она обнимает его, и вся сцена вместе с гигантом и шастией растворяется в цифровых частицах, а Судан проваливается в темную бездну цифровой пустоты. Но как только она уходит, за его спиной появляется сумасшедшая женщина с розовыми волосами и говорит, что ей было интересно, с кем она столкнется. Но оказалось, что это всего лишь маленький ребенок. Она говорит, что он не последний страж гробницы и что это ее право и стреляет в него из своей винтовки. После того, как она подстрелила шведа, он выходит из игры и телепортируется обратно в свою кровать. Он проверяет свою грудь на наличие пулевого ранения, но оно быстро заживает и он приходит в норму. Затем ему звонят на его мобильные и он берет трубку, чтобы узнать, от кого он. Парень на другом конце линии представляется как Темуджин из клана Тотема и говорит ему, что будет ждать его в Грейвбастере, прежде чем прервать звонок. После этого Шуген получает от него картинку, на которой Рея лежит на кровати и чувствует себя совершенно беззащитной, и он начинает беспокоиться за ее безопасность и благополучие. С выходом Грейвбастер весь мир подхватил эту безумную тенденцию. Быть золотоискателем и мистером Толстосумом это новый тренд, и мы видим, как многие новички заходят на сайт с более чем сотнями тысяч иен, чтобы купить хорошее снаряжение и использовать его для привлечения девушек и парней. Внимание! На следующий день, на 35-м этапе игры Золотые умы, мы видим, как Фиби и ее группа встречаются со своим самопровозглашенным лидером Диким Волком Кринглордом и называют свою команду «Охотники за золотом». Это группа игроков, которые специально нападают на нубов и выслеживают их, чтобы забрать все их золотые вещи. Они взвешивают точки доступа и высматривают свежую добычу, и в итоге у них получается команда толстых утят, бегающих вокруг в новой экипировке. Толстяк убивает монстра и зарабатывает немного золота, и пока все осыпают его похвалами. Фит идет рядом с ними рядом с Фурином и говорит, что они нашли большое сокровище в сознании одной головы, но монстры напали на них, и теперь она боится. Она пытается использовать свои заговоры, чтобы превратить их в простаков и заставляет их следовать за ней на рудники. Оказавшись там, они спрашивают, где монстры, и она говорит, что они должно быть убежали, увидев свое новое снаряжение. Но монстры внутри шахты нападают на них и крадут более трех миллион монет. Услышав это, жадные простофили тут же бегут к шахте, а Фурин смотрит на их тупые задницы, увеличивающиеся в размерах. Как только они оказываются на месте, ЕС использует свой посох и заключает их в энергетическую клетку. Как раз в этот момент мистер Кринглер спрыгивает вниз и говорит, что сейчас он заберет все, что у них есть. С другой стороны, Швеция отправляется в библиотеку Академии и читает материалы о новой игре. Он хочет найти больше информации о Тему Джине и Тотемах, чтобы получить информацию о Ри. И как раз в этот момент Ранчи встречает его в библиотеке и говорит, что у него есть как раз тот человек, который ему нужен. Для него, представляя его новую большую подружку. Он говорит, что несмотря на свою внешность, она помешана на играх и тоже участвовала в закрытом бета-тестировании, а Сувиан гадает, что же случилось со вкусом его бедной подруги. Из всех исследований, которые он проводит, он узнает, что в настоящее время миром Грейвбустер правит человек по имени Дарк Тигр, который является главой организации под названием Прешес. Прешес – это огромная группа богатых мальчиков, которые используют свое богатство, чтобы красть деньги и предметы у других игроков и использовать их для контроля над миром. Но в последнее время некоторые группы выстают против Прешес Анны. Одна из них называется Тотемы и правит ею парень по имени Тему Джин. Это ужасный человек, который готов на все, чтобы получить желаемое и которого изображают злодеем. Позже тем же вечером Су Джин смотрит на фотографию Ри, которую прислал ему Тему Джин, и думает о том, что он сделал бы все, чтобы получить желаемое. И начинает сходить с ума, придумывая идеи и кувыркаясь на кровати, как легкомысленный пингвин. Тем временем Рая просыпается в своей комнате и к ней подходит сам Тимиджан. Он говорит ей, что она получит все, что захочет, и ей нужно только попросить об этом, но она не может уйти оттуда. Вернувшись в реальный мир, Су Ин отправляется в общежитие для девочек и наносит визит Маки. Она говорит, что никто не знает, куда она делась, и такое ощущение, что она просто исчезла. Он смотрит на ноутбук Ри и решает вернуть ее обратно, и говорит Маке, что она скоро вернется. После этого он активирует свою консоль и звонит Твин Стар, прежде чем сказать ей, что он готов и телепортироваться в игру вместе с ней. Тем временем мистер Кринглер и его команда устраивают вечеринку в лобби игрока после того, как разграбили более миллиона иен у новичков. Он говорит, что атаковать новости большим количеством наличных – лучшая стратегия, и Фиби советует ему вести себя потише, потому что на самом деле это звучит не очень убедительно. Круто, когда произносишь это вслух. Именно в этот момент Фурин указывает на уродливого здоровяка, сидящего в лохмотьях на столе перед ними. ЕС говорит, что он пойдет и посмотрит, что с ним случилось. Позже он возвращается с информацией о том, что этот парень был лидером Дженнелс, которая была как бы одной из основных команд Прэшес. Его группа была уничтожена сумасшедшей дамой, которая появилась из ниоткуда и забрала у них все их имущества. Они думают, что это безумие, и говорят, что это должно быть какая-то ложная информация, и у них должно быть был внутренний конфликт, и они поссорились. После этого они все отправляются на очередную вечеринку и заманивают в ловушку еще одну группу из трех новичков. Кринглер достает свой меч и протыкает им одного из них. Внезапно все их предметы и деньги начинают стекать с их аккаунта и переводятся к Кринглерцу, и он говорит им, что как только счет игрока достигнет нуля, они будут принудительно выведены из системы, а их аккаунт будет уничтожен. После того, как он раздел одного из них, он собирается помочь остальным, но в этот момент кто-то издалека стреляет в клетку и разбивает ее. Обнаженные убегают, а Кринг Алерт направляет свой меч на стрелявшего и спрашивает их, что случилось. Оказывается, это та самая сумасшедшая леди, которая стреляла в Суин в прошлый раз, поскольку она говорит, что она здесь, чтобы выследить их. Форен начинает бой, стреляя в нее своим мечом, а Фиби в ЕС продолжает комбинированную атаку, отражением и энергетическим лучом. Но сумасшедшая леди уворачивается от всего этого, как будто она Бэтмен и на ней сюжетная броня главного героя аниме. Она приземляется прямо перед Кринглером, но Фит и остальные окружают ее и говорят ей бросить оружие. Она смотрит на их тупые лица, говорит окей и бросает оружие, чтобы активировать заклинание гравитационной клетки, которая удерживает их всех. Затем она выпрыгивает из машины, направляет оружие на Крингеларда и говорит ему отдать товар, а он начинает плакать как ребенок и говорит, что она должна пойти и забрать его. Предметы из его группы, потому что они намного прочнее и ценнее. Он подпускает ее очень близко к себе, изображая из себя неженку, а потом пронзает ее своим мечом, как только она оборачивается. Он называет ее глупой, в то время как Фиби и остальные называют их отбросами общества за то, что они их продали. Сумасшедшая леди говорит, что это меч, который передает финансовую власть от одного человека другому. И насколько ей известно, он отнимает у игрока с меньшей властью и отдает ее другому. Более богатый человек. Крингелорд говорит да и показывает, что несмотря на то, как он выглядит, его состояние превышает 50 миллионов иен, но затем он удивляется, когда просматривает ее аккаунт. И выясняется, что она одна из пяти игроков в игре, чьи счета превышают 100 миллионов иен. Это 5 миллиардеров. Она оглядывается на него и говорит, что не возражает отдать ему свое золото, если он сможет его унести, а затем бросает на него массивный золотой кирпич, как Мадара Учиха. И убивает его персонажа на месте. После этого она отпрыгивает в сторону и садится в свой экипаж, а Фиби спрашивает, как ее зовут. Она говорит, что ее зовут коллекционер, и она женщина, которая живет исключительно для того, чтобы убивать расхитителей гробниц, подобных им. После этого она уезжает, издавая безумный смех, и уносится вдаль, когда ее имя попадает в верхние ряды драгоценных, и они решили расправиться с ней. Тем временем на территории базы Татема их член Ритрат преподносит Муджину заказанную им бухту Красного моря и говорит, что с ее помощью он сможет показать прешас. Что они тоже могут быть непредсказуемыми. Девочка-ниндзя Чиби Пуширика смотрит на него и спрашивает, не отдаст ли он его Ри, и говорит, что теперь, когда Юки умерла, она бесполезна. Но Крем не останавливает ее и велит ей отойти в сторону. Темуджин выслушал ее и сказал, что он знает, что она не обладает истинной ценностью Ри Курю, но она скоро поймет это в будущем. После этого он одевает Рей в совершенно небезопасный для работы наряд, дарит ей бухту Красного моря и приглашает ее как новый член Татемов. Тем временем мы видим, как Су Юн пролетает над ареной на 10 этапе под названием Твин Бэтлгейт. Он хочет встретиться с организатором этих боев по имени Ла Лонг, потому что он также отвечает за курсы для начинающих. Взлетая, он замечает маленького мальчика по имени Такаши, который поднимается со стороны арены. Он предлагает подвести его, заставляя Твин Стар поднять их обоих, и мы узнаем, что Такаши – бедный сирота, который живет со своей старшей сестрой Макан. Они живут в трущобах и почти не проходят мимо. Такаши услышал об этой новой игре и понял, что играя в нее можно неплохо заработать. Для меня все это звучит как мошенничество с блокчейн-играми, но Микон советует ему попробовать и прилагает все усилия, чтобы купить им обоим консоль с Эбой. Они играют в игру и много тренируются, а Такаши получает оружие, которое позволяет ему делать снимки и хранить их внутри, чтобы увеличить свою силу. После этого он может использовать воспоминания на этих фотографиях в качестве топлива для создания более мощного оружия и использования мощных способностей. Однажды Микон серьезно заболела. И теперь Такаши здесь, чтобы выиграть реальный приз в размере 10 миллионов иен, плюс ледяного снежного барса, знакомого по игре, который является главным героем. Награда за победу в турнире, организованном президентом Лаолонгом. С другой стороны Суйган, один из пяти миллиардеров в игре, пролетел над ареной, потому что не хотел платить вступительный взнос в размере 50 иен внутриигровыми деньгами. Внизу на арене идет битва между самопровозглашенным лучшим ледяным магом в игре Мэмос Вайкинг и самопровозглашенным ледяным магом номер один в игре Фрост Маджишин Эйю. Фэй Фарин смотрит на арену, размышляя о самонадеянных титулах, и выглядит такими же взволнованными, как Рея, когда Вскоре начинается их битва, в которой Эйю использует свой посох, чтобы атаковать викинга ледяными осколками, но он начинает проходить сквозь них, размахивая топором, как обезьяна. Все выглядит плохо для Эйю, но на самом деле он пытается заманить викинга в ловушку, чтобы тот создал много ледяных осколков и встал в центре, чтобы он мог использовать свою магию, чтобы заморозить его вместе со всеми осколками и выиграть бой. Пока все это прокручивается у него в голове, Твин Старс спрашивает Такаша его мнение о том, кто победит, и она говорит, что никто из них не победит, потому что он – это он. И использует свой альбом, чтобы экипировать себя доспехами и заставляет Твин Старс отпустить их обоих от всего этого внезапного превращения. Такеши падает на тебя сверху, и ты мгновенно вырубаешь его. После этого он бросает вызов викингу и комментаторам, чтобы они сказали, что согласно официальному своду правил, если нарушитель бросает вызов участникам, они тоже становятся участниками. После этого Такаши и Суджин Ген становятся участниками, и начинается их битва с викингом. Такаши использует свой альбом и превращает его в мощный взрывной молот, но викинг оказывается слишком силен для него, и Такеши просто получает по заднице. Штейн смотрит на свою больную задницу, но потом он узнает, что Такаши делает это ради своей шестой сестры, и он теряет воспоминания о ней по мере того, как он продолжает сражаться. Ему становится грустно за него, и он решает сразиться с ним вместо него, как настоящий мужчина Сигмы. На первой минуте кажется, что он войдет и победит викинга как какой-нибудь повелитель края, но вместо этого ему приходится уворачиваться от его атак. Моля бога, чтобы его не вырубили с одного удара. Вскоре викингу становится скучно с ним, и он решает применить свою ледяную магию и заморозить его ноги на месте. Стуген изо всех сил сопротивляется и пытается вырваться, но это не срабатывает, и викинг подходит к нему со своим толстым топором и наносит последний удар. Наноси удар. Именно в этот момент в игру вмешивается Твин Стар, блокирует удар голыми руками и говорит Суджину, что ему лучше заплатить за это позже. Она отталкивает викинга назад и говорит ему быть готовым увидеть ее настоящую форму, а затем использует трансформацию, как будто собирается превратиться в близнеца с головой дракона. Но вместо этого она снова превращается в близнеца и звезду, два пушистых шарика. Викинг находит их милыми и хватает в свои руки, но Такеши вмешивается и спасает их, говоря, что он знает, что герой спасает девушек, и у него все еще есть желание сражаться. Услышав, как маленький сопляк говорит как взрослый мужчина, близнецы и Стар почувствовали себя счастливыми и снова превратились в близнецов Стар. Она поблагодарила Дакаши за то, что он спас их, а затем на этот раз трансформировалась по-настоящему и действительно превратилась в двуглавого дракона. Президент Лао Лонг проверяет его документы и подтверждает, что она является чрезвычайно редким гуманоидным могильным зверем высокого уровня, известным как двуглавый нефритовый дракон класса С. Все удивляются, как такому любителю как Суин удалось приручить такого высококлассного фамильяра и звезду-близнеца, который решает покончить с этим. Быстро и завершает битву, выстреливая викинга своим изумрудным дыханием и превращая его в кристалл, прежде чем стереть в порошок и объявить о победе. После этого они выигрывают турнир. И Суджин отдает все призы Такеши и решает перейти к следующему этапу, где он будет проходить курс для начинающих, организованный президентом Лаолонгом. С другой стороны, президент задается вопросом, кто такая Суджин. И беспокоится, не является ли она компаньонкой той сумасшедшей леди, которая так любила весь этот турнир давным-давно, думая при этом о коллекционере. Затем Суджин отправляется на курсы для начинающих и встречается с двумя новыми игроками, которые тоже пришли на курсы. Он пытается вести себя дружелюбно и приветствует их обоих, но чувак с фиолетовыми волосами игнорирует его с гордо поднятой задницей, каковым он и является, пока играет музыка. Любящий Фатти, похоже, признает в нем бедного ребенка, который всегда подрабатывает неполный рабочий день в своем классе. Оказывается, его зовут Шах, и он президент студенческого совета, а также одноклассник Суджина, но он его не помнит, потому что всегда спит в классе или работает на улице. Так что на самом деле у него не так много друзей, кроме ранчо и его воображаемого друга Тимми. Как раз в этот момент на сцену телепортируется девушка со светлой кожей, стремящаяся привлечь к себе внимание, и представляется как их тренер по этому курсу по имени Рин. Она называет всех по именам и сообщает, что парня с фиолетовыми волосами зовут Титан. Затем она проводит их через каменистую сцену и говорит, что их урок будет проходить здесь в форме настоящих сражений. Она объясняет, что это остатки гробницы столетней давности, которая была разграблена дотла после того, как расхитители гробниц победили ее босса. Шал оглядывается по сторонам и замечает множество монстров, прячущихся в тени вокруг скал, и спрашивает Рин о них. Она говорит, что их называют туннельными обезьянами и объясняет, что они довольно быстрые и сообразительные. Чтобы преподать им урок, они должны победить их всех, и Шоу предлагает им действовать сообща, но Титан смотрит на его бедную задницу и говорит, что сделает это по-своему. Как раз в этот момент они оборачиваются и замечают группу туннельных обезьян, бегущих к ним. Монстры сразу же набрасываются на них, но Рин отбрасывает их всех назад своим комбо в стиле Санджи и начинает объяснять основы игры. Она говорит, что каждый, кто регистрируется в игре, получает уникальный предмет, который называется их предмет бастер, и это ваше оружие. Шах достает свое оружие и показывает, что это золотой круглый клинок под названием штормоглазый, в то время как Титан достает причудливую перчатку под названием металлический кулак. Ша спрашивает Суидзина о его предмете бастер, но тот отговаривает его, говоря, что это не так круто, как у них. Как раз в этот момент Рин предупреждает их, что монстры приближаются к ним, и они все начинают драться. Титан сильно бьет их своим предметом, а Рин также бьет их своим мечом, и они оба понимают, что физические атаки на этих монстров не действуют. Суиган тоже пытается это сделать, пиная одного из монстров обратно в скалу и отмечая, что они получили нулевой урон от его атаки. Ша спрашивает, как они собираются победить их, если физические атаки не срабатывают, и Рин говорит, что им придется победить своего лидера первым, что является большой проблемой. Трехглазая гигантская обезьяна по имени Грандтунельная обезьяна. Именно его магия делает броню другой тунельной обезьяны такой прочной. Ша спрашивает, как они собираются победить эту тварь, но Титан делает шаг вперед, как Джига Чад избивает большую обезьяну с ног своим кулаком. После этого он впечатывает ее в землю, а затем наносит прямой удар, превращающий монстра в груду золота. Все смотрят на него с благоговением, и Шах говорит, что где-то уже видел это движение раньше. В платье обезьяны босса Рин начинает рубить остальных, как принцесса меча. И Шах немедленно превращается для нее в симпа и танцует по полю боя, держа свое оружие вокруг себя, как обруч, и заодно вырубает некоторых врагов. Вот так просто они вскоре зачищают всю территорию, и Суджин спрашивает, означает ли это, что они прошли курс для начинающих. Шах начинает жаловаться и говорит, что хочет, чтобы Рин больше им командовала, как симпом, которым он является. Но Рин говорит, что для завершения этого курса они должны победить ее, и бросает в них несколько ножей кунаев. Суиган довольно легко уклоняется от удара, в то время как Титан немедленно вызывает фамильяры и блокирует им атаку. Шоу удивляется и говорит, что он вложил в игру около 500 иен из своих карманных денег, но он никак не мог позволить себе такого фамильяра. И спрашивает Титана, может ли он нашел монстров и накопил денег, чтобы купить его. Титан, как обычно, игнорирует его, поэтому он поворачивается к Суджину и говорит, что учитывая, что он постоянно подрабатывает случайными заработками, он должно быть беден. Поэтому он не ожидает, что тот вложит какие-то деньги в игру. После того, как его поджарили за то, что он был беден, он сказал, что его семья богата. Поэтому он обязательно вложит больше денег в эту игру, чтобы стать сильнее и защитить его. После этого Рин велит ему перестать так много болтать и вытащить нож из своей головы. Шал поднимает глаза и замечает, что его ранил один из ее ножей ранее и падает на землю, думая, что теперь, когда она ударила его, в нем есть часть ее ДНК. Он достает одну из ее вещей и начинает сжиманиться, как глупая девственница. После этого Рин поворачивается к Суджину, используя свой особый взгляд, проверяет его оружие и просит показать ей, как оно работает. Суйган говорит, что в этом нет ничего особенного, и именно в этот момент Титан нападает на Рин и пытается застать ее врасплох, но она уклоняется от его атаки. А затем отскакивает назад, чтобы призвать свой меч и готовиться к бою. После этого они оба начинают биться мечами, и это превращается в настоящую драку, когда они начинают взлетать в воздух со своими атаками. Наблюдая за их боем, Шер понимает, что Титан на самом деле легендарный профессиональный игрок, который три года подряд завоевывал титул чемпиона мира в трех играх Fighting VR. Сейчас он в ссоре, но в этом году он не участвовал ни в каких турнирах, и теперь он здесь. Услышав все это, Титан оглядывается назад и спрашивает их обоих, не хотят ли они помочь, так как они не смогут перейти к следующему этапу, не победив ее. Шах приходит в восторг и говорит, что он выиграет эту битву и признает Царин в любви, а затем бросается к ней, в то время как Суджин активирует свое оружие Шарф Ворона. И использует предмет номер один, первое кровавое сражение, которое позволяет ему скопировать способность первого влюбляться. Бой. Он думает, что это бесполезно, пока кто-то не потерпит поражение, и ждет, пока кто-то упадет. Но потом Ша окликает его и показывает ему свою особую способность, которая позволяет ему становиться невидимым и делает его единым целым с ветром, так что он тоже может летать. Обладая такой силой, он решает подкрасться к Рин и сказать ей свой адрес электронной почты прямо в ухо, а затем начинает лететь к ней, разговаривая как идиот. С другой стороны Титану удается оттолкнуть Рин назад и снизить ее здоровье до 15%. Они оба стоят лицом к лицу и готовятся к бою, но затем Рин заносит свой меч за спину и наносит удар Шоу, который приближается к ней сзади. С этими словами Шу падает и терпит поражение, но Суён держит его за руку и слушает его простодушные извращенные мольбы, когда он выходит из системы. Из игры. После этого он встает лицом к Титану и говорит ему, что он не может победить Рин, потому что она непобедима. Услышав это, Титан становится злым и говорит, что это он непобедим, и начинает драться с ней как маньяк. Тем временем Швет использует особую способность Ша становиться невидимым и взлетает в небо, чтобы что-то найти. В конце концов он находит это, спрятанное в одной из минных тележек, и прилетает туда, раскрывая истинную личность их инструктора Рина, младшего ребенка по имени Фурин. Ее способность называется «Мираж приманки», и она позволяет приманке копировать внешность своего игрока, и он показывает, что узнал о ней. Ее, потому что ранее Рин нападала на шоу из места, недоступного ее видению, и это означало бы, что настоящая она наблюдала за их борьбой издалека. Он также сообщает об этом Титану, и это знаменует для них завершение курса для начинающих, и они открывают функцию карты Аллея. Фурин объясняет, что с помощью этой карты они могут объединяться в группы с другими людьми и узнавать их статус. Затем она спрашивает Суидзина о его истинной личности и говорит, что ей трудно поверить, что он просто какой-то новичок с сильным фамильяром и такими глубокими знаниями игры. Он говорит, что возможно расскажет ей об этом позже и начинает уходить. Но тут Титан спрыгивает вниз, бьет его кулаком и говорит, что тоже хочет узнать, насколько он силен на самом деле. Суйган уклоняется от атаки и убегает с Фурином в здание вдалеке, где спрашивает ее, почему она не сопротивляется. Она объясняет, что после использования своего ложного миража она некоторое время не может сражаться, а затем спрашивает его, почему он помог ей убежать. Он говорит, что хочет организовать с ней вечеринку, но она называет его извращенцем за то, что он пытается встречаться с такой маленькой девочкой, как она. Но он заставляет ее поспорил с ней, что если он победит Титана на улице, она присоединится к его компании и дал ей обещание на мизинцы. Как раз в этот момент Титан врывается в здание и вышвыривает их обоих оттуда своим массивным металлическим кулаком. Он решает перейти в режим полного берсерка, но Судин останавливает его, высвобождая свою технику и используя способность Ша, Человека-Ветра. При этом он использует силу ветра и создает камуфляж из листьев, чтобы бороться с ним. Он сочетает это со своей высокой скоростью, полетом и невидимостью, и ему удается застать его врасплох. Заставляя думать, что он бьет его в воздухе, в то время как он подкрадывается в резкой атаке у него на ноге. Титан приходит в бешенство и пытается напасть на него, но потом чувствует себя обессиленным и опускается на колени. Сукин говорит ему сдаться перед ним и прекратить эту глупую драку, но Титан говорит, что он никогда не сдастся такому глупому крестьянину, как он, а затем активирует свое оружие. Совершенная техника – клинок Табутина, который превращает его металлические кулаки в роскошный спортивный автомобиль. Он по-настоящему разозлился на Суджина и потратил на его машину 100 миллионов иен, прежде чем решил протаранить ее прямо в него и раздавить его под собой. Суицзин принимает его вызов, встает перед фурингом как щит и говорит ему подойти и поцеловать его в задницу. Титан нажимает на педаль газа и мчится прямо на Суджина, но к его удивлению он врезается в него, и ему кажется, что он врезался в гору. А машина отскакивает назад после удара и взлетает в воздух. Фарин напоминает ему, что в этом мире финансовая власть – это высшая сила, поэтому человек с меньшим достатком никогда не сможет победить человека с большим количеством денег. И задается вопросом, кто же такой Суджин на самом деле и откуда у него столько денег, что получение кредитной карты на 100 миллионов долларов ни хрена ему не дало. Он. Сукин говорит, что он не может рассказать ей об этом, но он может сказать ей, что Титан потерял все свое состояние и теперь будет вынужден выйти из системы. А его аккаунт будет удален. Но потом они понимают, что если оставить машину без владельца, она взорвется, как атомная бомба, и Суджин накроет ее, как гигачат. А потом они откроют глаза и обнаружат, что застряли под перевернутой минной тележкой. Суджин спрашивает ее о ее способности распознавать предметы и говорит, что это довольно круто, и он хотел бы, чтобы она была в его команде. Он заставляет ее чувствовать себя полезной и говорит, что разместит свое электронное письмо на ее чбай, но она говорит, что у нее и так слишком много электронных писем. Поэтому он должен дать ей, и ей нужно что-то еще. Как раз в этот момент ФБР отправляет коллекционера из подполья расследовать, что Суджин собиралась передать Фурину, и она вышибает их обоих из вагонетки. Она выходит из-под земли и говорит Суджину, что ей интересно, будет ли он проходить курс для начинающих или нет. Но чтобы если подумать, что он флиртовал с простолюдинкой, прячась под минной тележкой, то он довольно плохой мальчик. Суджин встает и начинает подходить к ней и говорит, что у него тоже есть к ней несколько вопросов. Но Фарон говорит ему быть осторожным. Потому что она использовала свой испытующий взгляд, чтобы просканировать ее, и обычный игрок с божественным тотемом окружен синим пламенем, но у нее их 10. Вот эти. Затем она говорит, что единственный ей игрок, обладающий такой способностью, это коллекционер, который является одним из пяти миллиардеров в игре. Суджин держит свой шарф и спрашивает, что здесь делает миллиардер. Но затем коллекционер стреляет прямо в цель специальной плюшевой пулей, которая превращает ее в куклу и усыпляет на несколько минут. Она сказала, что хотела поговорить с ним наедине, и именно поэтому она это сделала, а также выстрелила в него отвратительной чудовищной пулей, которая открыла ему рот и попала в желудок. Она объясняет, что этот дракон называется сосисочный дракон, и это также его ключ к спасению Ри. Он спрашивает ее, знает ли она, где находится Рей, и она говорит, что он не должен верить ничему, что говорит ему Темуджин. И ты должен использовать его, чтобы проникнуть в штаб-квартиру тотема и как только он это сделает. Когда он окажется внутри, сосисочный дракон точно скажет ему, где находится Рай. Затем она садится в свою карету и уезжает, а он спрашивает ее, где Темуджин. Она говорит, что ему не стоит беспокоиться об этом, потому что Темуджин сам найдет его, а затем пристрелит одного из тотемных убийц, который следовал за Суджином на расстоянии. Как раз в этот момент Фаран тоже приходит в себя, и Суджин все ей объясняет. Затем он подходит к тотемному убийце и спрашивает ее, где Темуджин, но когда тот игнорирует его, Суин использует способность ветра. И проносится мимо него, как Гоку, обладающий сверхчувственным инстинктом. Парень говорит, что ему не приказывали отвечать на его вопросы и решает уйти, но когда Суджин гонится за ним. Он показывает ему, кто настоящий босс, уклоняясь от всех его атак и нанося ответные удары своими двумя клинками. Суин думает, что он не сможет увернуться от них, но тут в игру вступает Фарин и спасает его. После этого мужчина переходит на сверхскоростной режим и исчезает из поля их зрения, а Суджин спрашивает Фурин, почему она пришла ему на помощь. Она говорит, что не может позволить члену своей команды умереть подобным образом, и это делает его по-настоящему счастливым. Как раз в этот момент возвращается Ассасин и начинает двигаться вокруг них со своими клинками на сверхбыстрой скорости и несколько раз атакует их. После этого он пинает Ферн в ответ, но Суган спасает ее своей сверхскоростью, и они оба замечают цифру 32, написанную у них на руках, как цифровой счетчик. Они считают, что это должно быть количество раз, когда он их порезал, и решают, что это должно что-то сделать, как только будет достигнуто определенное число. Дотянулся. Независимо от этого Сувиан решает прыгнуть вперед, как идиот, и получает порез в другой раз, и это заставляет его принудительно выйти из игры. После этого он бросает свой клинок в Фарон, но она блокирует его своим оружием. Она думает, что это сработает, но даже это считается нарушением, и она принудительно выходит из системы. А также выставляет таймер на 24 часа, прежде чем они смогут снова войти в систему. Выйдя на улицу, Сугин получает звонок с неизвестного номера и думает, что это должно быть Фарон, но выясняет, что на самом деле это Тэмуджин. Он говорит ему, что если он все еще хочет спасти Ри, то должен поступить так, как он говорит. Тем временем в корпоративном здании Джекс проходит секретное заседание правления с участием руководителей организации, ведущей игру Прэшес. Они решили, что игра получила положительный отклик, и теперь они готовы перейти к финальной стадии и преодолеть нулевую отметку. С Темным Тигром, одним из пяти миллиардеров в игре, сидящим на вершине, Прэшес является самой влиятельной организацией в игре. И для поддержки его миссии у него есть 16 человек, которые составляют его высшее офицерское звено. Говорят, что все их активы вместе взятые оцениваются в 2 миллиарда иен, и после этого они отчитываются перед Темным Тигром. И сообщают им, что подготовка завершена, и они готовы покорить Зеро. Темный Тигр спрашивает их о завтрашнем фестивале на 18 этапе, и они говорят, что уже разослали всем игрокам по электронной почте трансферные кольца. Но у них есть одна серьезная проблема, и она заключается в том, что счетчик для двух стражей внезапно упал с нуля до единицы, а это означает, что появился еще один страж гробницы. Услышав это, Темный Тигр приказывает им найти и убить этого стража, несмотря ни на что. По телефону Тим Юджин говорит Суин, что он держит Рею в качестве заложницы, поэтому ему не стоит беспокоиться о ее безопасности. Кроме того, скоро на 18 сцене состоится фестиваль. Это фестиваль для тех, кто прошел все этапы игры, а также подготовительный раунд к прохождению нулевой стадии. Чтобы пройти эту стадию, ему нужно найти игрока по имени Нисикадзё. Суицин спрашивает его, как он узнает, кто такой этот Нисики, и он отвечает, что узнает, когда придет время. С этими словами он прерывает разговор и оставляет его, как обычно, с посиневшим лицом и большим количеством вопросов, чем ответов. На следующее утро Свиген просыпается и замечает толпу парней, собравшихся вокруг молодой девушки возле общежития для мальчиков. Он задается вопросом, что это было и непросто ли они к ней приставали, но потом он узнает, что эта маленькая девочка не кто иная, как Фарин. И когда она звонит, когда она бросилась к нему, чтобы спасти ее. Все остальные мальчики посмотрели на бедную задницу Судана и начали обзывать его удачливым мошенником и двоечником, а затем перешли к нему по лестнице смерти. Шуган спасает ее и ведет в кафе-академии, где они обсуждают свою недавно сформированную команду. Фарон заказывает кучу еды на сумму около 20 иен, а потом смотрит на свою бедную задницу, переживающую из-за счета, будучи игроком на 10 миллиардов иен. Как раз в этот момент входят какие-то хулиганы и дразнят его за то, что он бросил Рэя ради ничтожества, и называют их бедняками и крестьянами. Но Фарон стоит-встает и говорит, что он стоит более 100 миллионов иен в разрушителе могил и просит их прекратить его преследовать. Он снова думает, что хотя это и правда, в реальной жизни все эти деньги ничего не стоят. Но потом он узнает, что может использовать свою цифровую валюту в игре для оплаты еды в кафе, и это сводит его с ума. Он пользуется своим интернет-магазином eBay и оплачивает еду, и хулиганы удивляются, когда официантка говорит, что не может назвать полный баланс его счета. Потому что он больше, чем может показать автомат. После того, как он скормил своей бедной заднице две миски быстрорастворимой баранины, он забирает Фарон обратно в свою комнату. По пути, встречая еще больше смертельных взглядов и несколько мишеней на своей голове от ФБР. Но оказавшись внутри, он рассказывает ей, что его цель спасти эту девушку по имени Ри, и она был похищен Темуджином из клана Тотемов. Фарин говорит, что она будет помогать ему как товарищ по команде, а затем они оба войдут в игру. Они оба добираются до десятого этапа с двумя аренами и обнаруживают, что там собралось много людей. Фарин говорит, что скоро начнется мероприятие, и это одно из основных мест, где можно получить объявление. Они оба сидят в таверне, и Фарин заказывает еще больше еды, как будто она пытается посоревноваться с Луфи в поедании пищи. Сидя там, Субин слышит, как люди вокруг него говорят о появлении в игре еще одного миллиардера, который в равной степени баловался с Прешес и Тотемом. И Суигин думает, что они говорят о нем. Он начинает чувствовать себя енко и говорит, что возможно пришло время ему раскрыть свою личность как шестого миллиардера, но потом эти парни начинают приближаться к нему. И он начинает паниковать. Но к его удивлению, все они не обращают на него внимания, проходят мимо него к выходу и, выглянув наружу, видят стаю голубей, которые гадят золотыми кольцами на игроков. Оказалось, что это кольца для перемещения команды на сцену, где будет проходить фестиваль, и как только все победят, они мгновенно телепортируются. Суижан и Фарин тоже решают отправиться на сцену и просто так оказываются на сцене. С другой стороны, темный тигр сидит на вершине своего трона и начинает завоевание 18-го этапа. Он намеревается использовать более слабых игроков в качестве щита для мяса, чтобы очистить эту сцену и наблюдает за происходящим. Возвышался над ними как высокомерный лорд, в то время как монстры сцены начинали рвать их на части. Затем он разговаривает с одним из своих офицеров, Башидой, и велит ему очистить картошку фри, чтобы они могли попасть прямо к главному хранителю этого этапа. Башида использует комбинацию цепного освещения своим мечом и мгновенно испаряет всех глупых мобов со сцены за одну атаку, заставляя всех удивлен. Как только маленькие монстры исчезают, сцена вызывает своего босса-хранителя, который оказывается сильным химомантом по имени Аслан. Вдалеке мы видим убийцу в маске, который стоял рядом с девушкой с фиолетовыми волосами и наблюдал за полем боя. Девочка оказалась минишей кис, и Тимуджин приказал им ждать там прибытия последнего стража. Вернувшись на поле боя, игроки решают объединиться против Эйслин и начинают нападать на него все сразу, мгновенно убирая оружие. Но затем Эйслин начинает регенерировать как вампир, и его рука тоже восстанавливается из крови вокруг них. С другой стороны Суин наблюдает за битвой с вершины колонны, но затем он замечает трещину в пространстве над собой и оборачивается, чтобы посмотреть, что это было. И получает возможность увидеть небеса, прежде чем Ниша Касс заедет Миду прямо в лицо. Он спрашивает ее, что с ней не так, и она отвечает, что его босс велел ей подождать его, но ей стало скучно, и вот она здесь. Фурин говорит ему, что она сильная, и Суджин также узнает, что она та самая Нишики, с которой Темуджин велел ему встретиться. Он спрашивает ее, какова была их цель и почему они похитили Ри, но она говорит, что ей все равно, и уверена, что он хотел бы встретиться с ней. Она тоже. После этого она использует свою способность и создает зеркало, которое соединяется с комнатой Ри. Вскоре он видит ее, но не может с ней разговаривать, и Рея тоже не может его видеть, но он чувствует себя счастливым, узнав, что с ней все в порядке. Именно в этот момент Ниша Кадзе неожиданно нападает на него, когда он уклоняется назад, и она говорит, что ее босс сказал ей, что он был сильный, так что она захотела увидеть это своими глазами. Затем она использует свой аналитический навык, сканирует его предмет и подтверждает, что это волна Рико-Юки. Аслин тем временем развлекается, убивая игроков, таких как НПК, которые умирают в качестве сопутствующего урона и призывает свой легион кровавых комаров, которые также нападают на игроков. После убийства игроков он превращает их в кровь и поглощает всю их сущность с помощью своей гемомантии, чтобы стать еще сильнее. Именно в этот момент он замечает красный свет, сияющий на вершине колонны, и говоря, что это волна и кровь, которых он ждал, и противостоит Суджину. Он направляет свой посох себе в лицо и говорит, что ему было приказано следовать за ним, и превращает свой посох в маленький ключ. Прежде чем отдать его Суджину и сказать ему, что это ключ к нулевой стадии. Но прежде чем попасть туда, он должен пройти последнее испытание. Затем он собирает вокруг себя всю кровь и превращается в свою окончательную форму кровавого Буду. Затем он показывает им одну из своих жизненно важных точек и спрашивает Суджина, знает ли он, что это такое. Суджин спрашивает, является ли это его слабым местом или что-то в этом роде, и он говорит, что это правда, и им придется уничтожить ее, чтобы победить его. Но именно здесь также находятся его деды. Запечатай последние его воспоминания. Значит, как только он победит его, к нему вернутся воспоминания о нулевой стадии, и тогда он сможет перейти к ней. Суджин принимает вызов и поднимается, активируя свой шарф ворона. Мишеке объясняет, что его предмет Бастер дает ему семь драгоценных камней с семью различными способностями. Драгоценные камни, которые он получает при активации, перемешиваются случайным образом, и она все еще не уверена, какой камень что делает, но мы уже знаем о первом синем камне, который позволяет ему копировать способности первого врага, чтобы попасть в цель. Битва. Суджин хочет, чтобы был выбран самый сильный камень, и очень радуется, когда оказывается, что это красный камень. Аслан просит его показать настоящую силу своего предмета Бастер, а затем бросает его на землю. Нишеке убегает оттуда вместе с Фурином, и мы узнаем, что Сугин блокировал атаку мечом под названием Клинок Ворона. Аслан говорит, что Клинок бесполезен против его тела, которое может регенерировать, но Сугин показывает, что на самом деле это банка и чига. И он также утраивает его скорость, помимо того, что он чрезвычайно быстр. Острый. Затем он быстро порезал его и позволил ему упасть в лужу крови. Затем он посмотрел на него сверху и заметил, что тот пытается восстановиться, поглощая кровь из окружающих его мест, и решил прикончить его прежде, чем тот успеет закончить. Он прыгает вниз с рубящей атакой, но Аслан блокирует ее и отправляет его обратно, а также усиливает еще больше, вырастив еще несколько руки и превращаясь в уродца. Затем он начинает стрелять энергетическими разрядами из своих рук, и Сугин пытается сопротивляться, но он сильно бьет его и отправляет обратно в полет, сломав при этом его меч. Затем он показывает символ лотоса у себя на макушке и объясняет, что через 80 секунд, если он не сможет найти свое ядро, вся кровь в его теле взорвется и он умрет. Суицзин смотрит на свой меч и понимает, что от него исходит особый вид дыма. Он замечает, что в нем содержится концентрированный кислород и использует его, чтобы заполнить все поле боя. И это дает всем остальным игрокам в зоне действия временное улучшение характеристик. С помощью этого он заманивает их всех напасть на Аслана и потерпеть от него поражение. Но все это часть его плана. Затем он заставляет Аслана использовать свою последнюю атаку – плазменного дракона, и по истечении 80 секунд он заставляет его поглотить всю кровь побежденного игрока. Но вместо этого после исцеления его тело превращается в лужу ржавой крови и Аклин терпит поражение. Суицзин объясняет, что он использовал немного химии, чтобы отравить жаждущего крови стража, преобразовав кислород в его теле в озон. И теперь он не сможет регенерировать в таком состоянии в течение некоторого времени. Он берет свое ядро и спрашивает, как им пользоваться, и Аслан говорит ему довести его до нулевой стадии, и тогда он будет знать. Тем временем все игроки вокруг него смотрят на него с благоговением за то, что он победил Аслана в одиночку, и думают, что он должно быть тоже миллиардер. Когда начинают распространяться слухи, внезапно на сцене появляется группа людей в масках, которые представляются командой под названием Илвербакс. Оказывается, что Илвербакс – это группа миллионеров, работающих под руководством своего лидера, у которого более 100 миллионов активов. Они говорят Швеции, чтобы она отдала ядро и попросила его уйти, иначе они надерут ему задницу и разденут до гола, но Швеция говорит им заткнуть свои ванючи рты. И приходите в следующем месяце, чтобы посмотреть на их попрошайнические проделки. Услышав это, они приходят в бешенство, увеличивают планку активов и сообщают, что у них у всех активы на сумму более 1 миллиона. А у самого крупного игрока – более 5 миллионов иен. Они начинают размахивать ими, как какие-то неуверенные в себе обезьяны, но Суген говорит, что они довольно маленькие. А потом достает свой жезл и удивляет всех, показывая, что он миллиардер. С этими словами он подходит ко входу на нулевую сцену, и Эйслин говорит ему, что с этого момента только он может войти, и они оставляют нишики и фарона позади. Оказавшись внутри, Суген обнаруживает, что стоит перед кленом, и его охватывает что-то вроде ностальгии. Он вспоминает, что это было то самое место, куда он когда-то приходил со своим дедушкой, а затем спрашивает Аслана о методе разблокировки его воспоминаний. Аслан говорит ему съесть сердцевину фрукта, который он держит в руке, и как только он это делает. У него начинаются воспоминания из детства, где его дедушка использовал Ри и предложил ее для ритуала запечатывания и высосал из нее все ее истинные силы. Затем он сказал ему, что у нее не останется никаких воспоминаний о прошлом, и это также освободит ее от проклятия. Но чтобы защитить их обоих, он также должен запечатать воспоминания Суджин, а затем использовать плод, чтобы запечатать их, а затем использовать свою собственную кровь. Чтобы создать страж, который защитит ключ от этого места. Этим стражем оказывается Аслан, и как только флэшбэк заканчивается, Аслан поздравляет Суджина с тем, что он стал последним стражем, и говорит, что его миссия завершена. И теперь он может покоиться с миром. После этого он дарит ему новое снаряжение в качестве прощального подарка и отпускает его. С другой стороны, ребята из Илвербак связываются со своим лидером, у которого более 100 миллионов активов, и рассказывают ему о появлении миллиардера. Они говорят им, что он находится недалеко от входа на нулевую стадию, и их босс говорит им держать его связь с Прэшес в секрете. А затем стреляет в Суина издалека, используя свою способность стрелять из пушки по карте. Все смотрят на атакующую муху, летящую к входу, и понимают, что это сверхмощная атака, превосходящая их возможности. Атака продвигается все ближе и ближе к Фурину и Нишике, но как раз в этот момент Сугин выходит из портала и блокирует атаку одной рукой. Он объясняет, что благодаря его новому снаряжению HP, Софи почти такой же, как у всех игроков вместе взятых на этой сцене. И затем он говорит, что эта атака, несомненно, была мощной, поскольку ей удалось лишить его одной пятой очков здоровья. После этого он попросил Нишу Кис позволить ему поговорить с Ри и попросил ее подождать его, сказав, что через несколько дней он спасет ее и все вернется на круги своя. С другой стороны Кремний стоит рядом с Ри и говорит ей, что через пять дней начнется нулевая стадия, и если все пойдет хорошо, он переведет ее в Суджин, как и обещал. После этого Нишике говорит Суджину, что сейчас отведет его к Тиму Юджину, и они направляются к ее порталу. Но тут появляется лидер Сильвербэкс, обезьяна, и начинает нападать на игроков в этом районе. Он зовет шестого миллиардера и говорит ему прийти и сразиться с ним, иначе он убьет всех крестьян здесь от своего имени. А также призовет гигантскую золотую обезьяну, чтобы разбить их всех в землю. Свиган чувствует себя виноватым и прыгает вниз, чтобы сразиться с ним, но обезьяна выводит его на позицию и стреляет в него сверхмощным зарядом. Но как раз перед тем, как он успевает выстрелить, врывается парень в маске из Татема и меняет направление его выстрела, ударяя по рукам и спасая Сугина. Затем он подходит к нему и исцеляет его, используя свой титул доктора, и Нишикадзе объясняет, что его зовут Фиолетовый, и он один из их лучших членов. Обезьяна чувствует еще больший восторг от того, что у него есть сильные люди, с которыми можно сражаться, и он начинает сражаться со всеми ними и показывает, что он один из лучших. Лучшие игроки, которые близки к тому, чтобы стать миллиардером, и показывают, что их активы равны 9 миллиард 999 тысяч 999. Он начинает стрелять в них из пулемета, но двое других членов Татема прыгают и образуют вокруг них барьер из ледяного дерева, удерживая их оборону. Внутри Суйган спрашивает их, не станет ли Манки миллиардером, просто победив маленького монстра, например, получив еще одну монету. Они говорят, что Энгрова Бастер и ваши активы ограничены суммой чуть ниже 1 миллиарда долларов, и чтобы преодолеть этот лимит, они должны получить титул Лоун Стар, который очень уникален и редкий, и никто на самом деле не знает условия их получения, они просто случаются случайным образом. В случае с Пурпурным, у него очень редкий титул Доктора, и он получил его, создав более 10 целебных зелий случайным образом. В случае с Лесным Магом, он получил свой титул, освоив все магические элементы в игре. Затем они объясняют, что став миллиардером, игроки могут создать собственное уникальное правило для своих персонажей. И примером этого является коллекционер, у которого более 10 предметов бустер. Суть Жин вспоминает, что он получил свой титул, став последним хранителем, благодаря морскому заливу, который подарил ему дедушка. Но не знает, какие особые способности он получил с его помощью. Затем они говорят ему, что в настоящее время есть 10 игроков, которые близки к тому, чтобы стать миллиардером, и обезьяна является элитой среди них. А также, что он достиг этого статуса на первом году закрытого Беа, но с тех пор он пытается получить свой титул одинокой звезды и убивает миллионы игроков, надеются заполучить его. Проще говоря, он обезьяна, помешанная на битвах. Сугиян говорит, что даже если это правда, он не может просто стоять здесь и позволять обезьяне делать все, что ей заблагорассудится, потому что ему нужно идти спасать Ри. Согласно контракту, заключенному с Тотемом и его дедушкой, он должен действовать как последний хранитель и защищать нулевую стадию от завоевания, в то время как все остальные игроки, включая Прешес, будут выступать против него и пытаться победить. Затем он активирует свою способность и на этот раз получает фиолетовый драгоценный камень, который по сути дает ему сверхскорость. Используя его тень и возможность делиться бататом с суперкомпьютером в его мозгу. Используя эти привилегии, он спасает всех, кто находится за барьером и готовится сразиться с обезьяной, но Нишикадзи останавливает их обоих и говорит обезьяне, что если он ищет, с кем бы подраться, она может позволить ему встретиться со своим боссом, Темуджином, который также является одним из шести миллиардеров. Обезьяна приходит в восторг от этого предложения и говорит Суджину, что он не хотел никого обидеть, и хотя он тоже миллиардер, у Темуджина тоже есть Тотемы. Так что победа над ним принесет ему больше наград. И с этим